итак рубрика вопрос-ответ отвечаю на ваши комментарии на ваши вопросы про волосы про все-все что вы спрашиваете и про личное тоже я записывала вам видео про отношения про мои отношения про мои отношения гармоничным отношения что это такое как здорово построить в общем получилось довольно долго и у меня заболела горло поэтому я пью кофе если хотите наливать себе кофе тоже будем обсуждать итак первый вопрос скажите как пользоваться репейным маслом друзья видео тут до сих пор им пользуюсь правда редко очень-очень редко пользуюсь сейчас кстати вам отдельный видеоролик купила вот такую маску для волос девочки особенно с пористыми волосами господи это спасение стоит она правда дороговато вот она считается больше к профессиональным вещам но это маска очень классно с первого применения она не безумно понравилась вот она я вам поближе покажу такая я купила аж сразу 750 миллилитров это много можете попробовать там 200 есть у них еще стоит по моему где-то полторы тысячи или 1200 или полторы тысячи вот посмотрите очень классная маска я я я вот всем советую я буду советовать всем метки средний пористые волосы вот можете приобрести написать ну либо напишите здесь может пользовались например я отдельно запишу мы сестрой попробуем у сестры другой тип волос совершенно но обе попробуем его сделаем отзыв итак простите за вопрос а сколько годиков этой красоте волнуюсь что мне уж поздно надеяться на такой восхите и восхищающий результат сколько годиков этой красоте мне если мне там не 24 года если вопрос адресован к видео про то как забочусь о волосах если волосам то на данный момент уже седьмой год наверное я забочусь о волосах то я забочусь абсолютно простыми средствами способами маме вот здесь видео да но принципе я придерживаюсь практически всех правил за некоторым исключением некоторые я уже пересмотрела на это все-таки год назад было и сейчас мой уход он более продуманный становится более продуманный все таки так давайте к следующему вопросу перейдем у меня такой это не вопрос комментарии у меня такое чувство что девушка просто нашла повод себя показать уж так собой любуется а ничего нового не сказала все это всем и так известно извините если обидела зависти нет говорю сразу ну то что зависти нет ладно хорошо это ваше право такое чувство девушка нашла повод себя показать да а почему нет вы знаете соцсети это такое место где все могут себя показать и что в этом плохого я вообще ничего плохого не вижу а youtube это вообще такая платформа знаете где не всегда ваши друзья встречаются еще такая интересная идея есть может быть вы замечали что после школы например вы оканчиваете школу до переезжайте в университет дальше у вас идет работа и уже в университете когда вы меняете совершенно свой круг общения у вас вы открываете себе какие-то новые грани вы не замечали такого что вы становитесь то ли красивее то ли вас замечают как-то с другой стороны вы начинаете совершенно быть противоположным человеком вы преобразуетесь но кстати самое забавное что возвращаться в то общество возвратиться в то общество вы не сможете также у меня было например со школой я была серой мышью абсолютно серой мышью в очках еще ходила смешных фотография вот наверное прикреплю найду прикреплю она меня не мальчики не обращали внимание девочки со мной считались и дружить не хотели когда главное подружка ладно упустим опустим про подруг это интересно вообще вообще мало подруг очень мало но они все такие классные у меня есть две на две наверно все таки подруги таких основных остальные не такие прямо которые долго со мной тоже хорошие девчонки но не так долго со мной просто это моя общажная подруга маша мы с ним вместе жили все эти годы в общежитии и моя сестра как ни странно моя сестра это моя самая лучшая подруга то про самолюбие про любую с собой знаете женщины должны собой собой любоваться женщины должны любить себя и показывать то что вы как вы относитесь к себе так относятся к вам другие вот и все ничего плохого не вижу а то что я ничего нового не сказала знаете тут такой момент что действительно я ничего нового не сказала да вам никакой блогер в принципе но вот ничего не скажет обычно все эти вещи они настолько просты ли да что а что я скажу подруга моя если ты там допустим у тебя такое-то определенное строение волос кожи не знают это должна принимать такие такие-то препараты есть такое-то такое-то средство какое-то универсально уникальное которое подойдет всем вам да вот сколько человек там посмотрела это видео и вы все думаете что я скажу вам всем что есть какой-то уникальная формула какой-то вот шампунь который сделает вот то же самое что вот у меня есть то же самое что вот в рекламе показывать друзья ну это глупость и такого быть не может я говорила про простые советы в принципе которые они простые и и моё они обычные введите их просто в свою жизнь повседневную и вы увидите результат волосы вам скажут ответят взаимностью кто-то там кстати писал что все делает то же самое но нет никакого результата вы знаете что одно вот это но в принципе одно вот эти все простые советы да там расчесывается по особенному меня массаж головы там спать определенным образом это все конечно здорово но вообще в принципе наше здоровье это комплексная комплексная субстанция сюда входит очень много что это и стрессы это и то как в принципе к себе относитесь то как вы нервируетесь от всего насколько вы тревожны это все к стрессу да ваше психологическое состояние вашего вот это психологическое здоровье она очень сильно сказывается на всем просто то есть окей вы делаете вы прочесываетесь хорошо там аккуратно там бережно не краситесь ничего не делайте но все равно не видите результата да ну потому что там может быть какие-то проблемы со сном со здоровьем с питанием питание тоже что входит не хватать каких-то элементов мне еще знаете очень нравится мне часто пишут посоветую какие-нибудь витамины шампуни я могу посоветовать сказать там да цинк вам поможет для железо поможет для вот этого но если у человека выпадают волосы я советую ему просто там больше мяса есть там или больше каких-то овощей специально чтобы больше вырабатывалось белка кератина извините я буду периодически потому что у меня горло немного заболел от долгой речи да я могу конечно посоветовать но знаете как может оказаться что у вас этого в избытке витамина да и вам наоборот нужно его было урезать или или до вас в избытке этого витамина другого не хватало я вам скажу вот от выпадения волос вот это и все у вас волосы выпадут еще сильнее потому что тут надо смотреть опять же говорю индивидуально подходить к решению этой проблемы у меня есть например проблема с кожей и мне скажут тебе поможет вот этот крем да он невозможно поможет возможно временно поможет но скорее всего он вызовет у меня какую-нибудь аллергию или еще что то что у меня довольно такая чувствительная кожа она очень такая вредная она на все так реагирует что мне нужно абсолютно индивидуально мне нужно сдать кучу анализов если такой возможности у вас нет ищите выходы там может быть через госучреждения поликлиникам которые вы привязаны может быть через ваш соцпакет какой-то да там с работы то есть принципе выходов можно найти либо копить копить просто деньги да не надо говорить то что все ничего невозможно сдавать анализ не могу негде еде где придется просто пошевелиться да кому-то это проще кому-то не проще я все время вообще из поселка городского типа уехала что возможно все что угодно просто я это к чему нет никакой формулы я вот с вами общаюсь я говорю простые вещи кому-то повезло больше кому-то повезло меньше это все спасибо за видео и за информацию как часто вы стригли волосы в течение шести лет стригла я примерно раз три месяца отстригала по три сантиметра наверно где-то по три или по два ну вот по мини по минимуму короче иногда это было три сантиметра недавно совсем я отстригла у себя муж кстати меня стриг пять сантиметров потому что волосы все я уже поняла что там уже пора им просто отстричься то что я не придерживаюсь каких-то таких прям закупориваний и ламинирования ботокса и прочее не придерживаюсь этого поэтому так получается мне помогли ваши советы девочки пишут спустя год то там есть результат очень за вас рада классно плюс у меня есть девочка которая недавно родила второго ребенка уже я тоже помогли эти советы она просто перестала насиловать свои волосы вот и все перестала их мучить начала больше с любовью наверно с каким-то трепетом относиться к ним без стресса кстати без того что три волосина упала все у меня шок и у меня еще шесть выпало нет такого не должно быть если убираем фен и прочее устройство для укладки как укладывать волосы они тонкие не густые абсолютно без объема знаете тут такой момент я говорю про здоровье волос я говорю про здоровье про здоровую составляющую этого вопроса здоровые волосы они в принципе не должны подвергаться никаким воздействием то есть не фену не утюжкам не плойкам ничему такому не химическим заимком не кератиновым ботоксным всяким этим вот историям по поводу фена отдельный момент тут все-таки если у вас пористые волосы девочки я об этом говорю в видео про пористые волосы не знаю на этот момент если выложила то ссылка тут и если не выложила то ждите это видео он скоро выйдет про утюжки и как укладывать волосы сами выбираете хотите здоровые волосы не укладывайте волосы феном ой феном вас при плойками если если вам очень нужны укладки есть куча вариантов укладок без использования утюжка это те же самые бигуди ушки какие-то да можно накрутить себе вот так вот и будет вам вот этот какой-то объемчик не знаю почему если я например хочу сделать себе локоны да какие-нибудь я возьму просто бигуди и закручу генетика да про генетику вы пишете очень много очень много комментариев просто конечно больная тема для всех ребята любую генетику можно убить и любая девочка которая не дано но которая себя любит ценит уважает и бережет свои волосы кожу свое здоровье она может добиться таких результатов что вы просто ахнете у меня генетически так получилось что волосы густые но качество этих волос извините меня я могу просто испортить моментально от рождения у меня средний пористые волосы и если я буду злоупотреблять укладками если буду их постоянно распускать если я буду там все что угодно с ними делать если они будут соблюдать режим питания сна если они будут заботиться всем психологическом состоянии мои волосы просто станут ну вот как я показывала вот вот фотографии они станут снова такими они все обвалятся обсыпятся вы не представляете что с моими волосами происходит когда я попадаю в какую-то стрессовую ситуацию буквально год назад до в том году у меня была и свадьба и диплом по магистратуре я защищала и и работа и переезда я жила общежитие сейчас переехал на квартиру да и куча куча всего куча разный забот и мысли об ипотеке и все это навалилось и все это в один момент еще лето было дико жарким ужаснейшим жарким а я жару не переношу в принципе как и любой другой человек мне сразу давление и вообще мыслей никаких нет и в общем жить вообще невозможно и в общем куча стресса и она просто мне волосы начали вот так вот они все посеклись они там вот я впоследствии так так далее там стриглась сейчас стриглась вот и они выпадали дико ты на расческе смотришь опять там миллиард волос выпало смотришь думаешь главное в такой ситуации знаете как я реагирую я просто посмотрю ну выпали и выпали сейчас стресс сейчас я испытываю такой дискомфорт что сейчас переживать этих волосах если о них еще буду при раз они еще больше попадут но в принципе знаете если вам не дано не делается ничего я уже устала отвечать на эти комментарии не делается ничего нам генетически будет проще жить и людям которые себя заботятся тоже а вы так и оставайтесь на своем месте не хотите ничего делать сектор что заставлять будет не цените вы себя не любите это ваши абсолютно право а вот классный комментарий про гормональные препараты девочки про гормональные препараты такая вообще очень интересная тема наверное все таки отдельно бы записывать я тоже пила гормональные препараты это про контрацептив я сейчас говорю про те которые ярина какая-то диме и все вот эти вот это которые я пила я вспомнила сейчас у них тоже прописал врач сначала это было диме от лечила поликистоз наверно большинства девушек встречается особенно вот в моем возрасте почему-то практически все мои подруги с этим поликистозом столкнулись и всем прописывали контрацептив в итоге так получилось что я вообще в принципе не советую пить эти таблетки все-таки гормональный препарат который тем или иным образом влияет у меня вот сейчас буду проверять что-то сосудами произошло кровь начала это понимаю сильно сгущаться так как у меня так свертываем из крови повышенная вот с волосами конечно ничего не случилось но цветом что они влияют на ваше состояние каким образом они повлияют на ваше здоровье в принципе там лучше ухудшат это зависит от индивидуальности все-таки от вашего состава изначально как угодно это может произойти вот интересно интересный комментарий я его вот здесь вот прикреплю можете его остановить видео нажать паузу прочитать полностью суть такая что у девушки были хорошие здоровые волосы классные все было здорово но потом муж сказал изменить имидж и она отстриглась все у нее стало хуже по поводу того что сказал муж исследовать ли в принципе совета мужа там от классные комментарии вниз идут что лучше бы избавилась от мужа согласна лучше избавиться от мужа в таких ситуациях потому что принципе это ненормально когда вам кто-то диктует как вам выглядеть вот если есть такая вот знаете интересная ситуация например вот девушка изначально ну допустим да я безумно люблю таких девчонок у нее кудрявые волосы такие пушистые кудрявые волосы и вот вот она от природы такая мне такие вот волосы а ей молодой человек допустим она его любит какие-то причины там тоже интересная взаимосвязь есть и она как-то к себе может быть стесняется этих волос да то есть они такие пушистые с ними тяжело работать вот и она как-то вот ну сама знает что что-то вот не так и он ей говорит еще сверху накапывает дорогая а ему знаете вот у него идея фикс какая-то есть у него в голове есть какой-то идеал женщины не вот эта блондинка пушистая с пушистыми волосами а какая-то там жгучая брюнетка с такими пепельными такими вот угольными даже черными волосами чтобы она была еще и такая густоволосая чтобы она была прям такая вот вот как-то так получилось что да вот он с ней но хотел бы видеть вот что-то такое это фильме наверное увидел ему очень понравилось и говорит он ей давай выпрями к свои волосы сделают это вот кератиновое выпрямление покрасив еще сверху или снизу покрасьте в общем и она это делает а я это совершенно не идет то есть она да для него это сделала а я это совершенно не идет то есть она вот ангелочек такой вот этими пушистыми кудрявыми волосами шикарными я еще раз скажу я обожаю этих девчонок у меня в общежитии жила девчонка на моем этаже она как раз он было это крыжеватые волосы такие классные господи я я смотрел не думаю блин как же тебе это и делать как же тебе это идиот и вы знаете мне к са мне кажется она просто к себе так относилась хорошо на все время такая красивая была у нее ну собственно и сейчас красиво просто я вспоминаю то время такая модненькая у нее вот эти вот волосы я смотрю не думаю блин ну какая же ты красотка господи дай дай мне свой волос вот я правда так думала правда и мне прям так нравилось это так изящно было. Вот она как-то выпрямила эти волосы. Я думаю, блин, зачем ты это сделала? Ну, это её выбор. Она потом, правда, опять с кудряшками ходила. И такая она классная, господи. Ей так это идёт. И вот я сейчас, это к чему? То, что вот девочка, допустим, выпрямила эти волосы, перекрасила в чёрный, но это вообще не её. Это её так устрашнило, допустим, да, что она своё лицо вообще просто потеряла. А мужчина смотрит, и знаете, что он, скорее всего, скажет? Что нет, давай-ка обратно. Тебе это не идёт. Он не увидел того, что хотел, да? У него была какая-то идея фикс, а вот ей это не пошло. Она это сама ещё хуже стала, самооценку ещё больше упала, да, вообще просто растопталась, вот ушла вниз. И вот к чему я это? То, что дала вам природа, это идеальный ваш набор. Не надо вам ничего менять. То есть все косметические процедуры, да, вот это губы Анжели и Джолли, вот эти все скулы, вот это вот... Господи, как они делают себе кость вот-вот, что-то с костью делают. Лиси глазки или что-то. Вот эти все утяжки, особенно молодые девочки, когда я это делаю. Господи, я их не посмотрю. Я подписана на некоторых блогер. Я смотрю на эти страшные губы, у меня там комментарий, я его найду, прикреплю тоже. То, что якобы я красотой блещу с рождения, и я пишу про косметические процедуры о том, что многим хотелось бы изменить. Знаете, то, что в вас заложено природой вашей, это самое идеальное, что вообще, в принципе, может быть. Раньше... Кстати, отвечаю, кстати, еще на один вопрос по поводу косметологии. Как я к ней отношусь? Отношусь я к ней критически, но если вы, там, женщина, допустим, в возрасте, и, скорее всего, я сама буду прибегать к косметическим какими-то вещам, ну, там, может быть, что-то какие-то морщиночки там подкалывать, но никаких нитей я, конечно, ставить не буду, вот это все, это дичь, это ужасно, это все так натянешь, натянешь лицо на жопу, как говорится, это вообще, господи, это все. Вы теряете индивидуальность. Особенно эти губастые девчонки так теряют индивидуальность, они становятся такими похожими друг на друга. К вопросу к отношениям, то, что... Сереж, ты пришел? Да. Ну, блин. Что, рано? Я еще не закончила. Пришел мой муж. Муж у меня? У меня видео, кстати, продолжается. И я это оставлю, Сереж. Хочешь, подойди ко мне, попей. Вот у меня есть... Это про отношения. Нет, я отвечаю на вопросы, Сереж. Про отношения я уже записала, все про тебя рассказала. О, нифига себе, у тебя там пространство. Да. Боргачек. Да. Я... У меня горло болит, просто я пью кофе и запиваю водичкой. Болит, забыв коробку, да, от этих приметей. А, ты нашел ее? Я сбилась, о чем говорила. А, говорила я про то, что... Все, что у вас на лице, так скажем, блин, Сережа прошел, все, я сбилась. Счастняюсь я перед тобой. Тебя сейчас сниму. Короче, по этим вашим индивидуальным чертам лица вы можете найти партнера, который... который заметит вас, вот, вот, какие-то ваши особенности определенные. Это будет ваш человек. Сбил меня Сережа. Ну, ладно. Ох. Так я отношусь, значит, ко всем косметическим процедурам. Кстати, если вы заметили, у меня зубы кривые. Я все хочу поставить себе брекеты. Это я в себе тоже, знаете, такой небольшой момент, который я не принимаю. Хочется исправить. Я себе два зуба мудрости вырезала тут недавно. Это был какой-то стресс-шок для меня. Я больше не хочу. У меня еще тут два зуба мудрости огромных. Тут фотография, кстати, как я выглядела. Неделю пролежала и вообще не вставала. Красите ли вы волосы, да? Вот тут вот несколько раз мне задавали вопрос, с какой краской. Нет, волосы я не крашу. Плохо к ней отношусь. Слушайте. Так, ну, наверное, хватит на сегодня. Хватит, пожалуй. Уже записываем очень долго. Уже очень долго. Всё. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Вот пришел Серёжа, немножко меня сбил. Ладно. Будем продолжать эту рубрику. Задавайте вопрос. Задавайте обязательно еще больше вопросов. Чем больше вы задаете, тем больше мы записываем. Если хотите что-то, какие-то личные вещи узнать, где училась, где там что-то там, как что-то, где работаю, кем, как всё это дело происходит, пишите, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Будем обсуждать. Всё. Всем спасибо. Цените себя, любите себя обязательно. Не делайте себе, пожалуйста, эти губы. Не делайте себе никакие эксценические процедуры, пока вы молоды. Не надо. Зубы выпрямить можно, да. но не больше, потому что это всё всё равно чревато последствиями, какими-либо. Да, и теряйте вы свою индивидуальность. Уважайте себя, любите себя, научитесь себя любить. Всё, дорогие друзья, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!